Друзья, всем здорова, с вами проект Ferrum Live, я Сергей Шихайлов, и сегодня мы в 150 раз говорим об iPhone XR. Как вы, я думаю, заметили по названию этого видео, по его превьюшке и так далее. Сразу, важный момент, кто-то там, извините за выражение, вонял в комментах на предмет того, какого хрена Сережа во второй раз снимает опыт использования MacBook. Типа, зачем? А ответ очень простой, опыт по MacBook снимался потому, что вы его просили, и в комментах под первым опытом MacBook попросили повторить через месяц, через два, когда будет что рассказать. По XR очень много было у нас опыта в использовании, сравнений, обзор аксессуаров, еще кучу всего мы снимали. И это видео снимается потому, что вы меня, так сказать, не отпускаете по этому смартфону. По нему есть куча опыта в использовании других материалов, ссылка на них есть в описании. Там же будет линк на кэшбэк, который поможет экономить денежку на покупках в интернете, и ссылки на этот гаджет в различных интернет-магазинах. И когда я выпускаю очередное сравнение с ним, вот я сравнивал Poco F3 и его, когда я выпускаю какую-то подборку, где он фигурирует, или даже у нас видеоблог, или шокупыть, или какой-нибудь вообще контент, который напрямую к этому аппарату не относится, у меня обязательно кто-то спросит, что там с iPhone XR в 2021 году. И, в частности, это видео является ответом на данный вопрос и продолжением серии контента, посвященной ему. Этим аппаратом без нескольких месяцев я пользуюсь три года, потому что его показали, прошел месяцок, по-моему, я его купил. Мы это видео назовем три года с iPhone XR, если мне математика не изменяет, возможно, я его отформатирую как-то и напишу более правильно, но мы округляем сильно и говорим три года, потому что, ну вот, через несколько месяцев покажут новое поколение, и вот тогда-то уж точно будет три года, как я им пользуюсь. Мы сегодня расскажем вам, мы, я, расскажем вам про то, что в этом смартфоне мне нравится, что не нравится, и что мне как-то пофиг, но я отрезок понимаю, что это минусы, и если вы решите покупать себе этот смартфон, скорее всего, по вот этим вот причинам вы будете страдать. А потом общий портрет, выводы и так далее, все как обычно. Поехали. Каждый пункт сильно долго разжевывать не будем, потому что их очень много. Начнем с того, что мне не нравится. Первое. Откровенно слабая фронталка. Она живет вот здесь, рядом с Face ID, который мне нравится, рядом с динамиком, который вроде бы как тоже неплох, но вот именно фронталка, ну прям боль. Я натурал, я не любитель селфаков, но иногда бывает такое, что ты с семьей пошел куда-то гулять, там, я не знаю, сирень цветет, не знаю, каштаны распустились, или закат солнца, и ты на фоне него хочешь сфоткаться, бо он красивый такой, шо капец. Ну то есть раз в месяц там, или там за год, я не знаю, раз в 15 от силы, хочется воспользоваться фронталкой. Но мне приходится брать смартфон как-то вот так, вот, и делать фотку на основной модуль, потому что селфаки получаются откровенно гунявыми. Единственное, что у них хорошо, это именно работа HDR. А вот баланс белого и детализация тут, откровенно говоря, вот такие. В 2021 году так фоткают Android бюджетники. Не сверхбюджетники, просто бюджетники. Сладенько. Следующий момент, это отсутствие дополнительных модулей в камере. Основной модуль мне суммарно нравится. Он делает нормальные снимки днем, но он не умеет фоткать ночью. И у него нет режима сверхширокий угол или телевик. И мне, кстати, нравится, как здесь пишется видео, но мы же сейчас не об этом. Вы, допустим, опять-таки, поехали в командировку или гулять или где-то там с семьей, и вам хочется запечатлеть что-то, чтобы захватить максимум информации в кадр, вам просто не получится это сделать, потому что этот смартфон имеет всего один модуль и не работает в сверхшироком режиме. То есть вам тупо приходится отходить для того, чтобы сфоткать какой-то там красивый костел, допустим. И что, попахивает каким-то мезозоем или палеолитом. Согласитесь, это вроде бы как тупо в 2021-м-то году. И еще раз, нет ночного режима съемки, что есть сейчас, ну, в средняках на Android повально, и даже в некоторых бюджетниках. Крутяк. Следующий момент – это габариты. Я привык к этому смартфону, прирос к нему всей душой, но чуть-чуть до сих пор не могу до конца смириться с его размерами. Хоть и признаю, что сейчас на рынке большинство смартфонов, в принципе, они крупнее, чем 10R. Практически все современные смартфоны, они крупнее, чем 10R. Вот у нас до сих пор валяется там приехавший на обзор Zenfone 8. Обзор, кстати, уже давно вышел, если вы не знали, на канале Firm.com он есть. Бежите, бегите, смотрите. Так вот он меньше. А большинство современных аппаратов, они по все повально больше. Но к этому гаджету я до сих пор не привык, и поэтому иногда я его роняю, слава богу, на стол, а не на пол, на кровать. А иногда перед сном, когда ты листаешь какой-то фейсбучек, он выскакивает из руки и падает мне на фейсом аптейбл. Немножко обидно. Следующий вопрос. Это отсутствие миниджека. Вы скажете, что в современное время, когда у нас в современную реальность, когда у нас есть куча беспроводных наушников, Apple, AirPod, 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 AirPods Pro и вот эти вот накладные на AirPod ценовые, и всякие есть и Meizu, и Huawei, и Samsung, и все шуфу, что ты можешь подключить и не страдать. У меня были Meizu Pop. Они в итоге тупо сдохли, и хрен бы с ними. У меня есть OnePlus Buds Z. Вот там они в рюкзаке у меня валяются, и ими иногда пользуюсь. Но у всех, без исключения беспроводных наушников, есть две проблемы. Первое. Есть малепусенький, но он все равно есть. Рассинхрон звука и картинки. Я не видел ни одних беспроводных ушей, которые работали бы тупо ровно. Такого их не может быть. Возможно, виртуально они, условно скажем, подтормаживают видео, чтобы наушники догоняли. Ну, возможно. Я не буду говорить. Я не переслушал все существующие на рынке беспроводные наушники. Но самая главная проблема, вторая, это то, что они разряжаются. И в этот момент хочется взять свои проводные, как бы, да, просто подключить и юзать их. И у меня неоднократно было, что я куда-то еду, достаю из кармана свои беспроводные наушники, думаю, так, тут, блин, два часа дороги, да сейчас кинцо посмотрим, елки. И в итоге я тупо смотрю в окно, в пол или в потолок, или вообще сплю. Потому что, ну, типа, разряженные в беспроводных наушниках сильно, как бы, контент не попотребляешь. Дальше. Это откровенно медленный порт Lightning. Он здесь есть. Он есть в моем стареньком iPad. И я вам приведу пример на iPad, потому что вот это вот тот случай, когда страдаю я, но это точно будет задевать у кого-то другого. Самые верные зрители наших каналов знают, что кроме Firm Live до Firm.com у нас еще есть игровой канал, где я стримлю, в частности, танки. И я их цепляю с iPad, который я по Lightning подключаю к компьютеру. И вытягиваю оттуда картинку. Так вот, благодаря тому, что Lightning аж настолько в кавычках быстрый порт, картинка максимум цепляется в HD. Ну, это смешно. В 2021-м-то году. Но это мои личные проблемы. А сюда еще стоит добавить то, что мы хоть и живем в эпоху стриминговых сервисов, то есть Apple Music, что там, Spotify, Netflix, там, Apple TV, ля-ля-ля-ля-ля. Не все это юзают. И кто-то, безусловно, на iPhone будет сливать по кабелю, по старинке. Что музло, что фильмы, что еще какой-нибудь контент. И они будут страдать от скорости передачи. Передачи данных. Следующий вопрос. Недостаток номер 6. Это качество связи. Ты еще раз говорил, повторю еще раз. Тут вот у нас работонька. В другом городе я живу. И когда я еду с работы домой, с дома на работу, я страдаю, потому что есть один участок замечательный, где качество связи прям полное дно. Позвонить еще как-то можно. Но интернет там не работает совсем. И вот iPhone, там этот самый интернет не ловит никак. Условный Huawei, или Xiaomi, или что-то вот в этом роде. То есть, китай-китойский. Они там будут показывать одно даже деление. Но там будет работать интернет. А тут нет. И это грустно. Опять-таки, по меркам 21-го года, когда условный бюджетник от Realme будет показывать более приятный результат. Теперь у нас пунктики пошли, которые лично меня вообще не задевают. Но я отрезвым понимаю, что вы как человек, который там сидел, не важно на чем, ну пускай на условном там Realme C11, скажем, да? И они переходят, эти люди вот на более дорогое устройство, и что-то аж от него ждут. И вот они будут разочарованы. Первый пункт, это HD-экран. Мне он суммарно нравится, но мы сейчас говорим исключительно про разрешение. Я к этому разрешению привык. И зернистость я вижу отута. В месте индикации Wi-Fi. Все. Это все реально. Это все. Остальные значки, шрифты и так далее, меня они устраивают полностью, даже вот живой, вот не виджет, а значок часов, который вот тут, да? Где-то нюсенькая красная стрелочка, она все время двигается. Я не вижу на ней пикселизации. Ну, я, я клянусь, я реально не вижу. Я понимаю, что за три года я адаптировался, и поэтому, если я ее в первый день не заметил, то сейчас-то я ее не замечу и подавно. Но так или иначе, я не вижу здесь пикселизации, она меня не раздражает. А вот люди, которые перейдут, пускай с какого-то, даже не Realme C11, а Redmi, по-моему, 9 она называлась, то есть там железо было еще как бы не очень, но экран уже Full HD. И вот они захотят себе купить iPhone XR, который вроде бы, ну, как бы еще и не стыдный, и на официальном сайте Apple он продается. И как бы, если я сейчас ничего не путаю, iPhone SE он еще дешевле, а вот это вот, значит, не самый же ж бомж, то, наверное, что там и экран более классный, а он HD. И это многих будет убивать. И второй момент, это бровь и толщина рамок экрана. И так, сейчас вот, о! Смотрю свою шпаргалку, у меня отстоит iPad, который транслирует картинку с фотика, и я теперь вижу, что телефон выглядит вроде как неплохо. Так вот, рамки по меркам 2021 года, это боль. Потому что условный даже, ну, там, Poco F3, который, ну, по-моему, он дешевле, чем iPhone XR, у него на фоне XR рамок вообще нет. А еще же ведь здесь есть бровь, и мы уже все слышали, что новые iPhone 13 поколение, в всяком случае, по слухам, так, такая информация просвечилась, что там будет очень сильно минимизированная бровушка, и прям вот хорошо будет. Дай бог! Мы все надеемся. Но вот с этим, ну, к этому надо быть готовым. То есть, по-любому надо сказать, в магазин, их, в принципе, сейчас уже не так уже сложно найти, они есть везде, и посмотреть, как оно в жизни, и если не бесит, вот только тогда брать. Теперь мы переходим к тому, что нравится, и первый пункт, это автономность. Вспомним, и пнем еще раз Zenfone 8, который там отваляется у нас. Я на этот смартфон возлагал огромные надежды, я прям ждал, когда же он приедет, потому что он такой пусечка, он такой маленький, его хочется мацать, клацать. Я все ему готов даже, простить, объективно, шушим там, блин, 120 Гц, то есть, там, выбирай одно из двух, но аккумулятора там нет. Ну, в смысле, его реально нет. То есть, телефон, он день как бы сможет прожить, но это в том случае, есть, ты практически вообще не пользуешься. то есть, купить телефон, и его вообще не использовать, время иногда смотреть. Все. То есть, желательно, на самом деле, даже его визон выключить. То есть, каждый раз экранчик тыкать, включать, чтобы посмотреть, там, сколько времени. Потому что, телефон, при интенсивном использовании, надо заряжать, минимум, два раза в день. То есть, утром, и где-то там, ближе к вечеру. Офигенно. Вот этот аппарат, на данный момент, за три года, анальной трепки, так, аккумулятор, куда я полез? Аккумулятор. Значит, состояние, имеет 90% емкости АКБ, по встроенной софтине Эпловой. И на 90% емкости, он железобетонно дает мне сейчас. Не знаю, как там было когда-то, я не пересматривал перед записью этого ролика, все предыдущие выпуски. На данный момент, этот телефон, железобетонно, живет день. Ну, то есть, конечно, если его вообще не выключать, да и в игры играть, в которые я не очень сильно играю на телефоне, да, то, наверное, не доживет он дня. Но в том случае, в такой же модели использования, когда условный Zenfone 8 умирал два раза в день, этот живет с утра и до утра следующего дня. То есть, утром я просыпаюсь, готовлю себе завтрак и в это время ставлю телефон на зарядку. Бум-бум! Следующий вопрос производительность. Ни хрена на нем не тормозит. Я только сразу одна оговорка, в Genshin я на нем не играл. Ну, наверное, играл когда-то очень давно, мне, но не для себя, и поэтому эмоции не помню. Но те же танки, Call of Duty, PUBG и так далее, оно тут все летает, оно оптимизировано до самого опупивания, ничего не лагает, нет выпавших кадров, оно все красивое, плавное, замечательное. То есть, телефону три года большинство современных игр до сих пор идут на максималках. Это охренительно! То есть, ну, у меня есть iPad, повторюсь еще раз, и я играю на нем, невзирая на то, что более хреновое железо. Здесь более свежее, более современное, более совершенное железо, и, естественно, даже если вы ее купите сейчас, то еще, я так себе думаю, прогнозирую, годика два вы на нем будете смело играть, с удовольствием. Этот год и, возможно, еще половинку следующего на максималках, а потом перейдете на средне-высокие или просто средние настройки и будете катать дальше. А если вы человек нетребовательный и в те же танки и на минималках играли и не страдали никогда, я думаю, вам и на пять лет хватит этого самого агрегата. Производительность, пушка в бытовых задачах не лагает, в игрухах, в другом сложном мусоре тоже не лагает. Это зашибись. Дальше это экосистема ЭПЛА. Повторю то, что говорил 200 раз, общий буфер обмена. Вот у меня Mac, я тут выделил кусок текста, скопировал. Мне ничего для этого не надо делать. Как-то их там по-хитрожопому связывать. Нет, я залогинился, я создал ЭПЛАЙДИ, вошел в него на компе, вошел в него на телефоне. И все, у них уже общий буфер обмена. Ничего больше делать не надо. Желательно только, чтобы они в одном Wi-Fi были. Вот, это важно. И я просто скопировал кусок текста здесь, вставил здесь. И наоборот. Звонят на телефон, телефон в другом углу офиса, впадло свою жопу отрывать от лавочки в нашем случае. Просто ответил на звонок с компьютера. И ничего опять-таки для этого тоже отдельно строить не надо. Сейчас я перешел на новый MacBook и на новую Mac OS. И тут появилась интересная штука. Тыкаешь по факту правую кнопку мышки или двумя пальчиками по точке тыкаешь. И тут есть новый пункт интересный импортировать с iPhone или iPad. Сейчас чисто ради интереса. О, как я люблю внезапные это уведомления. Хорошо. Так. Так вот, мы тыкаем. Спасибо. Мы берем вот таким вот образом телефон, чтобы вы просто видели, что ведь бывает. Мы тыкаем на рабочий стол, импортировать с iPhone, снять фото. Камера сама запускается. Я фоткаю то, что мне надо. Тыкс. И... А, извините. И нажимаю кнопочку использовать фото. Нужная фотография уже у меня на рабочем столе на компьютере. Все. То есть вот так делаются фотки документов еще какого-то другого уана. Есть еще тысяча и один пример работы экосистемы Apple. И она работает. И люди пользуются. В частности, пользуюсь я. И, кстати, из того, что действительно еще очень удобно, можно, я не знаю, сидеть в том же приложении Алиэкспресса с телефона. Вышли мы там на перекуры. Тут Дима мне там что-то задвигает. Сережа, я там ган-зарядочку купил такую-то. И я там еще на улице на Алиэкспрессе нахожу, подхожу просто к своему макбуку, у меня всплывает маленькое окошечко в браузере этого же товара, который я открыл, смотрю на iPhone. Я на эту иконочку нажимаю, у меня здесь на компьютере большой Алиэкспресс с этим самым товаром. Это удобно, это работает и не сбоит. Дальше IPS экран. Можно рассказывать Сереже про то, что сейчас модно AMOLED, там больше цветов, больше покрытия какого-то пространства и еще есть All-Wayzone и так далее. Это все, извините, полное. Я могу смотреть на этот экран, который, кстати, еще и трутон, невзирая на то, что он там HD и вообще IPS, он не модный, но трутон он поддерживает. Я могу на него смотреть часами и у меня не будут, болеть глаза. Он не шимит, не мерцает, не лагает, нет у него никакого там, не знаю, гуана, от которого у меня глаза просто вытекут и до побачивания вот в МРК. Этих проблем нет, за это я люблю IPS и на данный момент у Apple нет новых айфонов, в которых будет IPS. По-моему, только в ОСЕшке и вот тут вот у нас IPS. К сожалению, он покидает этот рынок. Дальше качество записи видео и стабилизация. По фото можно ругать телефон, ночью не фоткает, то есть мы перешли к следующему пункту, если кто запутался. Он там не очень сильно классно фоткает, нет дополнительных модулей, ночью не фотографирует вообще селфи, говно, но видео он снимает классно. Для многих наших видосов всякие проводочки, проходочки снимались вот именно на вот эту вот камеру вот этого телефона. Ну а Дима снимал на свой 10S. по этому пункту телефон пушка до сих пор. В частности, как пример, можете посмотреть сравнение iPhone XR с Poco F3, а Poco F3 в частности, например, мы сравнивали с очень современным и совсем недешевым Xiaomi Mi 11 и увидеть там разницу. Все эти видосы будут нигде, они есть на этом канале. Я думаю, вы найдете их легко и просто. Следующий вопрос, который радует сильно, это Dual SIM. Я понимаю, что есть E-SIM и так далее. Здесь две физические SIM-ки. И я не знаю, как в вашей замечательной стране, но в Украине, например, до сих пор не все операторы перешли на E-SIM. А тем более, это три года назад, когда покупался этот смартфон. Про E-SIM никто толком-то и не слышал. Может быть, там одна какая-то оператора местная, она понимала E-SIM и умела в E-SIM. Вы понимаете. Дальше. Дизайн. Можете ругать, можете не ругать. Вот дизайн задника мне напоминает iPhone 8, который в свою очередь мне напоминает iPhone 7. Я считаю, дизайн ненапряжным, приятным и он прям сердце мое греет. Я хочу на него смотреть снова и снова. Да, с лицевой стороны, конечно, хотелось бы повуже рамочки, но я к ним привык и вот мне этот дизайн кажется в целом родным. Дальшенько. Софт и поддержка производителям. Телефону 3 года его поддерживают до сих пор. Я не знаю, есть тут чего разжевывать. И при этом следующий пункт я себе отметил как отдельно. iOS обновы получают все iPhone одновременно. То есть, ну допустим, там iPhone 5 сейчас не обновляют, да? Зато обновляют 12-е поколение, 11-е поколение, десятки, вернее, десятки XR, XS, XS Max, потом то поколение, где iPhone 8, 8 Plus и 10, в 7-ке, и по-моему, 6S и SE. Так вот, выходит, сейчас у нас какая, честно, я это не контролирую абсолютно, мы заходим в основные об этом устройстве, у нас сейчас версия по 14.6. Выходит 15-е iOS с новыми iPhone, да? Хорошо, она будет эксклюзивна некоторое там время исключительно для этих iPhone. Потом, когда выходит 15.1, все актуальные iPhone получают в один день. Не так, что, извините, вот Xiaomi Mi 11 Ultra мы обновляем сегодня, Xiaomi Mi 11 просто мы обновляем через 3 месяца, Xiaomi Mi 10 мы, ну, через годик обновим, как бы, да, а какое-то там Poco, ну, я не знаю, стоит ли его вообще обновлять, а вот тот вот, допустим, Realme, да, а что, мы не обещали обновлять, а вот тот вот OnePlus, тоже хрен, понимаете, все актуальные iPhone, выходит iOS 17 просто и его получили все в один момент. Это офигенно. И кроме того, хотелось бы сказать, что вот Дима попрощался со своим 10s, потому что у него там были проблемы с софтом. На моем 10r тоже были проблемы с софтом, у меня не вызывалась клавиатура, это я точно помню. Неоднократно я открываю мессенджер, тыкаю на полосочку ввода текста, у меня тупо не вылазит клава. Но потом пришло обнова и это заштопали. То есть они штопают, штопают софт, он абсолютно нормальный, адекватный по софту, у меня претензий к этому телефону ноль. Аксессуары, следующий пункт, их много, очень много. Приехал еще раз Zenfone 8 на обзор, к нему приехали сразу два чехла от Rino Shield. Класс! А если я не хочу Rino Shield? А если они, я не знаю просто их прайс, а если мне кажется, что они очень дорогие, возможно они там по 70 долларов стоят, да? Вот. Ну и мне кажется, что 70 баксов за чехол это то, что мне как бы делать в этом случае. И пойду я на Алиэкспресс и найду там тупо какую-нибудь силиконку за 2 доллара и как бы все. То есть вместе Rino Shield за дохрена и силиконка с Алиэкспресса. Все. Больше ничего. На вот эту балалайку аксессуаров тупо масса. То есть ты можешь купить эти аксы в переходе, на Алиэкспрессе, в каком-то условном Цитрусе, Розетке, Фокстроте и так далее. Они там на кассе висят. Потому что это популярный смартфон, которых продали миллионы. При всем уважении к этому же Zenfone ему такая судьба просто не светит. Более того, у нас есть друзья из звуки.com.ua ссылка на которых есть в описании. А у них есть огромный выбор аксессуаров для практически любого современного смартфона. Согласитесь, грех было бы не напомнить вам о них. Короче, вы поняли, по аксам проблем нема. В частности, я регулярно раз там месяцев три меняю стекло от разных производителей. Я сейчас не помню, что-то невыговариваемое. У меня сейчас установлено. До того был Нилкин, Макола, по-моему, был или что-то в этом роде. Разные Нилкины были. И ну, неймы там какие-то были. То есть на любой бюджет. И чехлы точно так же. Сейчас я пользуюсь паленкой. Высококачественной, кстати, на оригинальный чехол. Есть же и оригинальные чехлы. И тоже. И Нилкины, и Басиусы, и Гамнасиусы. Все шухошки. Дальше. Влагозащита. Мы не будем сейчас разжевывать и говорить о том, что она не самая вау-шикарная, но суть в том, что она тут есть. И от случайной брызги, которая попадет в спикер или в Type-C. Сережа, о чем твои мечты? В Lightning Port или куда-то там еще? Он не умрет. Это уже классно. И следующий момент. Это беспроводная зарядка. Она не молниеносная, как в последних дних к Сеоме. Вот. Но она здесь просто есть. И это уже хорошо. Потому что у многих где-то там рядом с кроватью, я не знаю, там у жены есть вот это зеркало красивое, да, с этим, с тумбой, где ты открываешь и там этой косметики просто усраться. И у мужа себе так тихонечко беспроводную зарядочку подсунул. И вот там перед сном ля-ля-ля, я пошел спать. Ну, как бы тоже вариант. Телефон позволит это сделать. И последний момент это Face ID, который реально пушка. Который работает днем, ночью, вечером, и в абсолютной гробовой темноте. И это безгранично, сильно, удобно. Теперь вопрос цены. Мы заходим на e-каталоги, в поиске просто пишем 10R. Оно автоматом нам подсказывает. iPhone 10R. Выбираем самую доступную версию на 64 гигабайта, тыкаем на вкладочку где купить и видим, что предложений тут тупо масса. и стартуют и стартуют они от 11000 гривен и идут аж до 22. Я вам просто вот это полистаю и под эти слова скажу, что восстановленный, он же рефнутый. iPhone 10R на 64 гигабайта вам будет стоить 405 баксов. Это в самом-самом щедром магазине. А в какой-то, по-моему, соте, как бы типа новый, не восстановленный, но неофициально завезенный 550. А вот официальный я, по-моему, в Цитрусе его смотрел. Давайте долистаем или не долистаем, потому что 50 лет листать придется. В общем, я надеюсь, что вы мне на слово поверите, что официальный вам будет стоить 680. То есть реф 405, новый, но неофициально завезенный 550 и официал 680 баксов. Давайте мы условно тех же ценовых рамках сейчас посмотрим, какие есть конкуренты и укажем диапазон цен от 10 до 18 тысяч гривен. Нам подсказывают, что есть аж 125 моделей. Естественно, нас все это не интересует. Поэтому давайте мы добавим фильтры. Добавим диагональ экрана какую-то нестыдную, да? Пролистаем ткнем на принципиальный современный фильтр 120 Гц. Бац! Опа! Уже всего 15 моделей. Окей! Память давайте 8 или 12 с копейками. 13 уже моделей. Камера на 64, 108, допустим 48. Сколько? 9 моделей осталось. Ну и давайте, чтобы не колупаться во всех остальных фильтрах, которых на каталоге просто масса, я думаю, многих это порадует. Мы выберем просто вот эти самые 7 моделей, которые подпали под наши фильтры. В частности, ткнем на один из них, что это модельки 2021 года. И что мы здесь видим? Мы здесь видим Realme GT, который, я думаю, скоро к нам на обзор попадет. Redmi Note 10 Pro, вот такой вот, да, конкурент. Ну, по цене как бы не совсем, потому что таких можно два за стоимость iPhone'а купить. Но по ключевым характеристикам, которые мы заказали, да, в принципе, в PlayStation конкурент. Мегапикселей в камере больше, экран 120-герцовый и так далее. Poco F3, да, это серьезный конкурент. OnePlus 9R, Xiaomi Mi 11, а и недавно Дима выпустил обзор, можете посмотреть, GT Neo и OnePlus 9. Короче, альтернативы за этот бабос, конечно же, есть. И поголовно у них. И экран с более высокой плотностью пикселей, я думаю, вглядываться не надо, что и камер у него больше, у всех без исключения. Но хочу также поделиться интересным наблюдением. Я здесь не вижу ни одного iPhone. Ну, в смысле, вот вообще. Может, их видите вы. Стоит ли покупать iPhone XR? Конечно, нет. В том случае, если вы не готовы мириться с его недостатками, потому что, я думаю, очень многих будет в пыли прах размазывать HD-экран. Многих огорчит всего один модуль. Кому-то очень захочется, вот как мне, допустим, мини-джек, хоть я понимаю, что таких будет меньшинство, потому что большинство уже привыкло к беспроводным ушам. Кто-то захочет Always-On, которого тут тоже нет, а кого-то будут висеть рамки. Но если у вас цель купить актуальный iPhone, который на официальном сайте до сих пор висит, который там, ты заходишь реально на официальный сайт Apple, он там есть. Это значит, что его еще производят, его еще будут производить, ну, какое-то время точно, до осени сто пудов, вот, и еще будут поддерживать не один год. И у тебя очень ограниченный бюджет, и ты думаешь, а не рискнуть ли и не попробовать? Да, вот тогда стоит, если ты готов мириться со всеми теми недостатками, которые я назвал. Если бюджет можно расширить, лучше взять iPhone 11. пофиг, что там мощнее проц, но там плюс один модуль в основном блоке камер, это сверхширник. Он говняный, объективно, но он есть, и в хорошую погоду на него не стыдно фоткать. И второе, там нормальная фронталка, которая тут, воно. А если есть еще и возможность докинуть до 12 iPhone, хоть я понимаю, что это уже мистика, потому что люди, которые рассматривали бы 12, на 10R вряд ли бы смотрели. Но тем не менее, если есть возможность докинуть до 12, наверное, интереснее будет он, потому что у него не только еще там лучше камеры и так далее, но у него уже Full HD экран, который, кстати, все еще не 120 Гц и даже не 90 Гц. Актуален ли iPhone XR в 2021 году? Да, для людей с адекватным подходом к покупке товаров, которые понимают, что дареному коню в зубы надыбляться, и что нельзя за рук ведро купить кучу классных iPhone на самом передовом железе. За свои бабки это, наверное, лучший iPhone на данный момент, который можно пойти, купить, не ждать предзаказы, очереди. Ля-ля, тополя, он много где есть, ты просто идешь, покупаешь, пользуешься. Axel масса, софт вылезан, но придется и с рамочками мириться, и с одной камерой, и с полным отсутствием снимать ночью, и с медленным портом для синхронизации. Вот на этом у нас вроде бы все. Если есть вопросы, в комментах пишите. Может быть, я надеюсь, что в этом году мы попрощаемся, и я такие там, пускай уже в кредит хрен с ним, куплю себе, возможно, новый iPhone, и самая важная, кстати, мысль этого видео, я хочу с ним попрощаться по одной простой причине, он просто надоел. То есть, вот хорошие телефоны, можно пользоваться дальше, и поэтому, возможно, я буду пользоваться им дальше, и поэтому, будет еще 80 опытов использования, если вы их сами попросите. Сам я этого делать не буду по своей инициативе. Вот. Поэтому вы можете что-то спрашивать, и, возможно, по этому же поводу мы встретимся еще. На этом у меня все, с вами были Сергей Шихайлов, проект Firm Live, тыкаем лайки, подписываемся на канал, а также на наши социальные сети, и обязательно делимся этим роликом со своими друзьями, говорит, это очень сильно нам помогает. А где-то вот там, я уже не помню, тут просто так жарко, что я сейчас умру, всплывает плашечка с действующими патреонами нашими, там список их. Вы можете посмотреть на этих людей, запомнить их имена, нататуировать их себе на предплечье, на лобах, где угодно, потому что они прекрасны. Если вы хотите стать одним из них, вы в описании найдете ссылочку на наш патреон и на донат, можете разово поддержать, а можете на нас подписаться на том же патреоне, получать уникальный контент, подкасты слушать, общаться с нами в чатике, выделен нам, куда кроме патреона никого нельзя пускать. Вот, в общем, получать радость от этой жизни, которой у вас не было раньше. Вперед! И нам будет приятно, и вы не пожалеете. Спасибо, что смотрите. Пока! И с летом вас! И с жарой! И грома ремыть!